Музыка Хорошо тебе, красотка. Что скажи, зазря подарили книжки-то, а мне теперь вот какой домик. Ну на крышку-то надо тебе, нет? Смеются над животным. Говорят, собираем ее шерсть и свяжем ей шляпу. Тайгуша. Тайга. Нужна ты мне, скажи. Какие в наше время были игрушки. Добрые такие вот, да? А сейчас вот скажите, что это? Кто это, Саша? Да. Тотарн. Тотаро. Тотаро. Япона, да? Мать. Вот так вот. Вот и горки вот эти страшные какие-то чудовища. Он их очень любит. И тут. А чебурашка лучше, что ли? Ну чебурашка тоже, да, не знаю, что они курили, чтобы придумать, чебурашка. Шучка опять сидит. Сидит, сидит. Нашла себе дом. Что ж теперь? А нас опять понесло в магазин, мои дорогие. И гляньте, что творится с машиной. Она просто, просто вот. Просто лёд. Обалдеть. Вся причём. Ну видите, какое стекло-то. Вот это да. О, погодка. Саша отправил у нас за селёдкой. Саша, говорю, отправил у нас за селёдкой. Сама легла отдохнуть после солянки. А тут вон, чё творится. Вообще. Надо же. Слушайте, я в Мурманске такого не видел. Почистил себе кусочек. А я так буду ехать. При таких окнах. Вот погода, да? Съездили за селёдочкой. Поверните налево, во двор. Через 100 метров поверните направо, а затем поверните направо. Господи, уже началась стрельба. Ещё Нового года не было. Где-то стрельба. Крохот только стоит. А мы, наконец, купили селёдки. О, Господи. Сейчас пойду зайду. Вот такой магазинчик. Очень люблю такие магазинчики. Поверните направо. Поверните направо. Полтора часа мы ездим за селёдочкой. Как бы у нас там Саша не уснула. Там картошка варится. А то мы пока поехали. А то мы пока поехали, она прилегла отдохнуть. Дождик моросит. Противный, конечно. И гололёд. А в остальном всё хорошо. Ну что, началось. Ну вот я её так почистила. Но ещё надо все кости вынимать. И всё это. Моркови тоже мало сварила. Началось вот это сумасшествие праздничное. Причём, значит, у меня Саша любит рыбные салаты, селёдку под шубой, мимозу. А Даня не любит рыбу. Вот надо, значит, готовить салаты для тех, кто любит рыбу, для тех, кто не любит рыбу. Ну что сделаешь? На вкус и цвет товарищей нет. Ну, я думаю, что это происходит в каждой семье сейчас, в этот момент. Поэтому ничего тут удивительного нет. Да я, собственно, удивить никого ничем не хочу. Что происходит в моей жизни, то и снимаю, мои дорогие. Ну, в общем, это только начало лета. Как в песне. Помните, была песня? Это только начало лета. Это только начало лета. Так что вот, а у нас начало Нового года. Ну что, так и идёт дождик гросящий. Посмотрим, что будет завтра. Сейчас я уже вечер, уже почти десять часов. Я ждала завтра Иринку, что она будет тут в Питере. Утром позвонила, а она трубку не берёт. Думаю, ну, наверное, в поезде. Да, Татьяна Валерьевна уехала в восемь вечера. Своя Иванова на поезде мне написала. Дай бог, хорошо доехать тебе, Танюш, встретить Новый год. Володе привет передавай. Пусть всё у вас будет хорошо. Вот. Ну и я это... Нет, у меня душа не на месте. Звоню ей. Она ещё в Мурманске. Я говорю, а что такое? Она говорит, да я завтра еду. Так что она будет, получается, 31-го к вечеру она будет в Питере. Интересно. На Новый год к дочке. Ну, ладно. Видно, обстоятельства какие-то. Вот. Потом, значит, думаю, надо позвонить Вите. Видите, я ему сегодня чай купила. Они с Олей очень любят чаи всякие хорошие. Вот я ему купила курильский. Скурил чай. Там два разных пакета. А, забыла вам показать. Вот. И это самое. Думаю, как кот там? Ведь он же сумасшедший. А у Вити там несколько и сфинксы, и всякие там коты дома. Звоню, говорю, ну что там? Взорвал голову. А он говорит, слушай, а он как будто тут жил. А я думаю, ему, наверное, весело стало и интересно, что разные животные. Ну, в смысле коты. Коты, кошки. Мама его там. И он, видно, прям в своей семье. Так, это не дождик идет. Это идет такой, знаете, изморозь такая. Ой, что завтра будет? Сегодня-то каток. Слышите, прям шелест такой стоит. Вот так. Ну, ладно, слава богу, что нормально кот там. Думаю, это он понатворит там делаем. В общем, все хорошо. Ну что? Ну, прощаться я не буду с вами. Ну, потому что у меня так получилось, что кусок видео вечерние продолжения. Вот. Так что, наверное, уже завтра увидимся с вами. Вот. Мои хорошие, я думаю, что у вас тоже настроение хорошее. Дело к празднику идет. Ой, в магазинах сумасшествие. А что будет завтра, а что послезавтра, представить сложно. Иринка говорит, в Мурманске лед, тоже самая, такая же погода. Вот так что вот так. А в Черноморском, Витя говорит, жара. Да, днем было 13 тепла, погода тихая была, хорошая. Он говорит, а ночью сейчас 7 градусов. Да, для зимы, конечно, замечательно. Так что вот так. Я уехала и стало все распрекрасно. Ну, ладно, мои дорогие. Пойду комментарии читать ваши. У нас Саша спит. Даня, все работает. Вот работа у человека. Господи. Вот. Покажу вам чай какой. Принцесса Сибири. Какая-то Володушка золотистая. Курильский чай. Кукурузная рыльца. Смородина. Лобазник. Дягель. Гибискус. Клевер. Чай зеленый. Господи. Ну, они вот любители, да. Всяких чаев. Так, сейчас, 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 сейчас. Алтайский край. Это алтайский чай, только с добавлениями. Вот. Я думаю, курильский. Так, зверобой, мято, курильский чай, душица, смородинные листья. Они очень любят чаи всякие. Вот. Я из каждой поездки привожу ему соли, чай разный. Ну, что, приятно же, да, когда людям нравится. Вот так оно раздумаешь. Я вот очень люблю, когда люди что-то любят или что-то собирают. Потому что, ну, гораздо и проще, и приятнее подарить человеку что-то такое, что ему нравится. А не какие-то, знаете, привезти там магнитики дурацкие. Вот. Так что, вот так. Ну, и все-таки я решила, пусть там 13 минут видео. Ну, чего, завтра уже будет другой день. Другие заботы, другие дела. А сейчас чего уже? Вот пока то да сё уже 11 часов. Ну, ладно, давайте. Мне самое главное, мои хорошие, чтобы у вас всё было хорошо. Пожалуйста, не болейте. Пожалуйста. И ещё хочу передать Танюшке Коновой. Танюш, я, правда, сегодня не сильно там чего-то радовалась или чего-то, но я помнила про тебя. Да. Ну, уж не стала в магазинах говорить. Видите, пока это всё снимаешь, что вот, Таня, посмотри, какие магазины. Господи. Не в этом дело, конечно. Но я очень, мне очень приятно, девчонки, когда вам нравится то, что я вам снимаю. Потому что я-то делюсь с вами частичкой своей души. Где бы я ни была, я вам показываю то, что меня окружает. И то, чем я живу на этот момент. Поэтому, ну уж как у меня получается, так получается. Ну, я не могу, я человек такой, мне надо поделиться. Я просто счастлива, что у меня есть люди, которым это нравится. Поэтому я вас, мои дорогие, люблю, обнимаю. Не грустите, кому грустно, пожалуйста. Давайте будем держаться. Вы думаете, у меня всё замечательно в жизни. Нет. Нет, я такой же человек, как и все. И проблем дофига, и болезней дофига. Ну, я стараюсь как-то вот. И вы старайтесь. Ладно, мои золотые? Давайте. Я вас очень люблю. Я вас очень люблю и, главное, очень ценю. Мне сегодня так было приятно, когда вот женщина, которая совершила первую покупку в моём магазине в Инстаграме, написала нам столько добрых слов. Очень приятно. А потом, вы знаете, вот кто читает комментарии, у меня там пишет бразильянка. И, оказывается, она переписывается с моей Сашей. Вот я ей тоже сегодня на португальском там перевела, ответила. А Саша с ней прям переписывается. Вы увидите, она у меня там одна в комментариях такая. У неё, оказывается, был русский отец. Она не знает русского, она не знает ничего о России. И ей так любопытно, поэтому она смотрит мои видео. Вот представляете, как это дорого, девчонки. Я не могу. Это просто. Вот мне Саша там переводил её. Ну, там, сообщения. Она пишет там, ой, ваша мама, что это за город? Она не знает, что такое Санкт-Петербург. И вот Саша ей писала, что это за город. Переводила, отправляла. Девчонки, это так, это вот так дорого. Вот для меня. Я не знаю, может, кому-то, знаете, как говорят, насрать. Я не знаю, я вся обревелась. Господи, как это приятно. Человек из Бразилии хрен знает откуда. Представляете, она меня смотрит. И давно, и давно какие-то свои. Она не пишет, ну, мало пишет. В основном так оставляет там цветочки, поцелуйчки. Боже мой. А Сашка, оказывается, с ней переписывается. Ну, это просто. Вот для меня это до сих пор так удивительно. И настолько трогательно. Ой. Я не могу. Это чудо какое-то. Так что вот так. Как я могу вас не любить, мои дорогие? Я вам желаю прям вот только-только самого хорошенного. Прям вот здоровья, счастья, девчонки. Ладно, я вас буду с Новым годом поздравлять. Но потом все, что смогу, скажу. А сейчас пока. Ну, уже что, хорошего вечера. Уже всем спокойной ночи. Спите спокойно, пусть ничего не болит. Ладно? Ну и из дождливого Питера я с вами. Пока-пока, мои дорогие. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...